Привет из Татарстана! В прошлые времена религиозные люди России соблюдали законы природы, так как жили в гармонии с матушкой стихией и не нарушали созданную схему жизни людей и зверей и строений земли. В России большую часть территории занимает лес. Это дом для зверей и птиц, а также деревья впитывают в себя большую часть влаги, а корни, сплетенные глубоко под землей, является фундаментом для скрепления от оползней и провалов. Современный человек вмешивается в Татарстан земного пространства, изымая природные ресурсы, и нарушает законы Вселенной, сложные формулы по устройству планет Земля, то есть нарушается баланс мироустройства, меняется природа, отсюда преливные дожди, затопления и сильные ветры. Природа мстит, нарушая покой простых и богатых людей, разрушая живые строения и уничтожая самоверность двухногого существа, созданного по образу подобия Бога. Это человек, который возомнил себя, что он является выше Творца и Создателем Вселенной. Ну а природные катаклизмы показывают всему миру, что люди со своими современными технологиями это всего лишь песчаная пыль, то есть от нас ничего не зависит. А если мысленно подняться над землей, например, выше облаков и посмотреть вниз, то получится, что люди, звери, камни, деревья и прочие утры смешиваются с поверхности Земли и обретают функцию равенства. То есть для Создателя, Творца Вселенной, люди, не соблюдающие учения Сына Божия, обречены на самоуничтожение, так и становятся просто грязью на поверхности Земли. Думаете, что просто так святые отцы Русской Православной Церкви советовали оберечь Матушку Природу, считая человека крупинкой Вселенной? Человек должен раскаяться в своих грехах, искренне осознать свои ошибки и исправить их, чтобы не было серьезных катастроф и не было конца света на территории России. Для этого нужно прекратить вырубать лес. Это залог спокойствия и мира между человеком и Матушкой Природой, а также нужно беречь реки и озера и обитателей водной стихии. Человек без природы – это не человек. Не будет природы – не будет зверей и птиц. Если часть Земли покроется водой, а другая часть – песком, то планета превратится в пустые безлюдные места и останется небольшая группа людей, которая должна будет продолжить рот человека. Оставшиеся люди – 35 человек – будут хранителями тайны, рассказывая, как человек достиг современной технологии и привел мир к концу света, чтобы будущее поколение не допускало ошибок. Но предсказателям никто не будет верить, так же, как мы не верим святым, предсказывающим нам современному поколению о конце света. Спасибо за внимание!